Война, которая на самом деле не освобождает. Прилетает на вертолёте Пригожин со своей охраной. Наша зона была перекрыта где-то в три кольца спецназа. Зашёл Пригожин, заехал пазик за спецназом. Нас построили всех на плацу, там было около 1200 человек где-то. Пригожин начал речь говорить о том, что у меня есть возможность забрать отсюда любого. Желательно с большими сраками, затяжки, преступления. А насколько вообще боеспособное подразделение «Штормзэд»? Это не боеспособное подразделение. Это подразделение предназначено для разведки боем. То есть людей отправляют для того, чтобы узнать, сколько у так называемого оппонента, ну, какое есть вооружение, как они отбиваются и вообще как они реагируют. Просто там 20-30 человек отправили, там пятеро вернулось, они рассказывают. Ну всё, дальше уже информация там передаётся военным, другим там кадровым. Мы как мясо шли просто вперёд и всё. У нас не было шагу назад, потому что за невыполнение приказа ты ноль, отступишь ты ноль. Ну, ноль – это убьют тебя. У нас было два дезертира, на которые отказались выполнять приказ. И за то, что он не выполнил приказ, он просто вернулся когда на базу, откопался могилу, его убили. Одного из бойцов, тоже который с нашей группой, он был трёхсотый, тяжёлый. На протяжении двоих суток он находился там. Во время оказания ему медпомощи, я ему накладывал жгуты. Меня просто окружили, взяли с двух сторон. То есть вы не сдавались до последнего? Я не сдавался до последнего, потому что я не знал, чем меня тут ждёт. Я знал правила Вагнера, то, что в случае сдачи – это ноль. Я вручаю эти значки лишь тем, твои задачи в рамках… Если среди вас есть желающие вступить в русский добровольческий корпус, сейчас последний шанс. Есть такие? У меня история в этом плане индивидуальная, потому что я сразу же, грубо говоря, с фронта. Сдался и воевать за Украину. Сдался я в плен 27 июня. 22 августа я уже в составе русского добровольческого корпуса. Ну, как бы… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова